История россиянки о жизни в Германии Люди из жизни Полночь 6 19 июня 2019 года Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь История россиянки о жизни в Германии Фото, предоставлено героине материала Дарья переехала в Германию около 8 лет назад Она влюбилась в страну и сразу поняла, что останется жить там навсегда Тоска по родине настигла ее только через 5 лет В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу Лента.ру публикует ее рассказ о жизни в Германии Я была очень усидчивым ребенком и подростком, которому никогда не было скучно Идеи у меня хватало всегда Я издавала семейную газету про новости в соседних подъездах Писала сказки на последних страницах тетрадок по математике Водила кистью по мольбертам под звуки Энигма Выступала на сцене театра юного зрителя Задирала батманы в разминке перед изучением нового народного танца В общем, активничала всегда и везде В школе я любила математику и физику и не испытывала особых чувств к языкам Но, побывав в 16 лет в гостях у дяди в Германии Я прониклась необъяснимой симпатии к немецкому Он показался мне очень сильным, мощным и экспрессивным Эту любовь я донесла до 11 класса, после которого я сделала выбор в пользу гуманитарных наук вопреки желанию отца На вступительных экзаменах нужно было сдавать английский, так как немецкий в университете преподавали с нуля Скажу честно и без преувеличений Начиная с первого дня учебы я ежедневно в свободное от лекции время работала над произношением Расширением словарного запаса и изучением новых грамматических правил Фото, предоставлено героине материала Переехав в Германию, я стремилась завести немецких друзей Окружала себя немецкими фильмами, книгами, музыкой В общем на 100% погружалась в новую жизнь Тогда это казалось важным Русскоязычных друзей у меня было немного Стыдно признать, но в те времена я думала Что компания местных это гарант успеха и счастливой немецкой жизни Со временем ситуация менялась И в моем окружении появлялось все больше и больше соотечественников Я перестала губить себя предрассудками о том, что все приезжие живут по устаревшим стандартам Замужество, дети, машина, квартира Среди моих друзей и знакомых свободные и мыслящие люди из России, Украины, Германии, Китая, Франции и многих других стран Но больше всего близки сердцу все-таки наши люди, особенно старые друзья Я очень ценю, что сегодня у нас есть возможность спонтанно встретиться где-нибудь в Германии и болтать на нескольких языках Вспоминая не только учебу на переводчика, но и путешествия по разным странам Грузии, Дании, Германии За два года учеба в магистратуре я умудрилась переехать шесть раз и испробовать все возможные варианты немецкого жилья Жила в одной квартире с тремя мальчиками и двумя девчонками Снимала апартаменты в медицинском общежитии Делила квартиру с ребятами из разных уголков мира Афганистана, Китая, Греции и Германии Гостила неприлично долгое время у подруги из Берлина После всего пары месяцев знакомства, и снимала двушку аниматора, ушедшего в далекое круизное плавание Эти два года прошли под знаком бесконечных поисков и кастингов В Германии нужно очень постараться, чтобы поселиться в хорошем месте Нужно понравиться арендодателю или соседям в случае совместного проживания с другими людьми Иметь деньги или поручителя и большое везение У меня было больше 50 интервью с арендодателями И это было так весело В какой-то момент я даже забывала, что ищу квартиру И ходила на собеседование ради интереса Может показаться, что самым тяжелым были постоянные переезды и поиски Вовсе нет В чемоданах были только вещи Так как комнаты или квартиры были все меблированные А поиски умиляли и веселили меня За год я идеально узнала город и стала распираться во всех районах Линиях метро, знала, где красивые парки, уютные городские уголки и другие интересные места Самое неприятное отсутствие места, которое можно было назвать домом И ощущение, что ты все время в гостях и скоро тебя попросят Фото, предоставлено героине материала 1.2 После учебы нашлась работа в инженерной компании, где у меня есть возможность джонглировать известными мне языками Я работаю ассистентом руководителя В этом году я официально стала немкой Но почему-то я этому не особо радуюсь Наверное, потому что не нашла себя, не направила свою творческую энергию в нужное русло Преследуя глобальные цели, я потеряла из виду мои внутренние потребности и теперь заново ищу себя Переводческая деятельность стала для меня не работой мечты, а, скорее, трапом к самолету в сторону Германии С 14 лет я мечтала о ФРГ и упорно работала над тем, чтобы здесь оказаться Мои мечты и устремления реализовались, и я по-прежнему люблю страну, которую сама же выбрала Первые месяцы и годы я не испытывала никакого дискомфорта, периода адаптации тоже не помню Все шло как по маслу Стипендия, учеба, интересная практика, любовь, работа Только через пять лет у меня появилась тоска по родине Даже несмотря на отсутствие языкового барьера, я не могу сказать, что я полностью дома в Германии Иногда я завидую немцам, которые ходили здесь в школу, у которых родители живут на соседней улице или даже за 500 километров Но зато в этой же стране мне так не хватает поддержки Удручает осознание того, что все родственники мама, бабушка, тетя, папа, дяди разбросаны по разным местам И каждый чертовски переживает друг за друга Если попадаю в больницу, не говорю маме Ведь чем она сможет помочь? А расстраивать зря не хочется Но ведь и она поступает так же Как быть уверенной, что у нее все хорошо? Очень завидно, когда немцы рассказывают о семейных праздниках и торжествах Наши же проходят по Skype или Viber Так что, переезжая в другую страну, помните о том, что нужно пожертвовать самым важным временем с родными и близкими Под отражевая, скажу, что после переезда все кажется раем Узкие улочки, украшенные фахверковыми домиками, которые я запечатлела на тысячах фотоснимков Сделанных на первых порах знакомства со страной Немцев я считала самыми красивыми на Земле, а их уклад жизни идеальным Эйфория прошла, но любовь осталась Да, ко всем этим прелестям добавились куча разных страховок Ежегодная сдача налоговых деклараций Строгая политика разделения мусора и уйма различных правил Но Я люблю Германию, потому что здесь я пересмотрела уклад жизни и поняла, что вовсе не обязательно быть как все После школы можно взять год на познание мира и путешествия, чтобы понять, на кого ты хочешь учиться и чем ты хочешь заниматься в жизни В Германии нормально в 30, 40 или 50 лет поменять профессию и поступить в университет на абсолютное новое направление В фото, предоставлено героине материала 1-2 Я уважаю немцев за то, что они ценят врачей и учителей Представители этих профессий уважаемые люди, которым хорошо платят Мне по душе, когда мне улыбаются на кассе, в библиотеке, в булочной Пускай это улыбка иногда и поверхностная Но она гораздо приятнее, чем ее отсутствие А еще мне нравится осознание, что выходные я могу провести в средневековом замке На следующий день рвануть в Берлин и окунуться в мир уличного искусства А еще через день можно полететь в Лондон всего за 20 евро туда и обратно Признаюсь, что тоскую по семье В последнее время часто предаюсь воспоминаниям о беззаботном детстве, студенческих годах, первых поездках в Германию При этом я отдаю себе отчет в том, что скучаю по прошлому, потому что в нем каждый день присутствовали дорогие мне люди, которых теперь я вижу в лучшем случае раз в год Еще мне чертовски не хватает снега Погода в Германии однообразная С октября по март серо и дождливо Но весна радует Если вам интересно еще больше узнать о жизни в Германии, ценностях немцев и достопримечательностях страны Заходите в гости в мой блог Там я рассказываю о том, как влюбилась в немецкий, что нужно делать, чтобы перебраться в Германию И как быть, если ты тут оказался, где искать квартиру, как завязать дружеские и любовные отношения, как найти работу, чем скрасить досуг, что почитать и посмотреть воскресным вечером Как большому любителю приключений мне есть чем поделиться и в плане путешествий С радостью расскажу вам, где и как отдохнуть в Европе Большая история о жизни россиян, переехавших в другие страны, в сюжете «Русские за границей» Если вы хотите рассказать свою историю, отправляйте письма на электронный ящик LifeAtlantica.ru Подготовила Екатерина Климушкина